Глава Дагестана принял участие в заседании комиссии Национального антитеррористического комитета по Дагестану. Прошло оно под руководством заместителя директора ФСБ России Игоря Сироткина. Мероприятие прошло в стенах Махачкалинского дома дружбы. Лично мне оно показалось интересным в связи с тем, что там глава республики обозначил приоритеты, которые он считает для себя наиболее важными. О некоторых из них мы сегодня и поговорим. Вы смотрите проект «Черным по белому» и веду его я, Ума Ибрагимова. Обращаясь к участникам заседания, глава республики поблагодарил их за системную работу. По его словам, последовательные действия НАК и всех заинтересованных структур меняют ситуацию республики к лучшему. Обеспечение безопасности, уверен руководитель региона, не только позволяет сохранять людские жизни, но и положительно влияет на экономику. В подтверждение своих слов Васильев добавил, что за последний год пассажиропоток в Махачкалинском аэропорту превысил полтора миллиона человек, то есть вырос на 16%. Это самый высокий рост среди региональных аэропортов. Перевалка нефти через Махачкалинский морской торговый порт растет в разы, за два года в четыре раза. Это говорит о доверии безопасности, создании более выгодных условий. Конкурентное преимущество создано благодаря наведению порядка, борьбе с коррупцией, злоупотреблениями и прочими нарушениями. Конечно, самое главное – это безопасность. У нас турпоток в республику в прошлом году увеличился на 20% и составил 850 тысяч человек. Растущий поток людей, которые поверили в безопасность, предполагает высокий уровень нашей ответственности и практической деятельности. Развитие туризма глава Дагестана назвал очень важным направлением, которое может изменить жизнь местных жителей к лучшему. Продолжая, Владимир Васильев напомнил о том, что республиканский бюджет по сравнению с 2018 годом удалось увеличить на 39 миллиардов рублей. О том, на что будут потрачены эти средства, планируется доложить в рамках послания главы Республики Дагестан Народному Собранию. Это водопроводы, дороги, общественные пространства, социальные объекты. Самое главное – это то, о чем говорил и президент Российской Федерации в своем послании. Улучшение жизни рядового жителя, каждого дагестанца. Расставил приоритеты Владимир Васильев. Коснулся руководителя региона и другого тезиса из обращения главы государства. Речь идет о статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, организация преступного сообщества или участие в нем. Это очень серьезная статья. Нам всем надо понимать, какая именно группа является таковой, потому что сегодня у нас происходит смещение понятий, сказал Владимир Васильев. В качестве примера он привел конкретное уголовное дело в отношении бывшего главврача 1-й больницы Махачкалы. По словам главы Дагестана, несмотря на широкий общественный резонанс, Советский районный суд Махачкалы приговорил его к 6 годам лишения свободы условно. Впоследствии Верховный суд пересмотрел эту позицию и назначил ему 5,5 лет колонии. Осужденный должен также выплатить штраф в 2,5 миллиона рублей и возместить ущерб региональному Фомсу в размере свыше 247 миллионов рублей. Назвав решение об ужесточении наказания справедливым, глава республики подчеркнул, что его поддержали и жители Дагестана и пользователи социальных сетей. Отдельной строкой выделил Владимир Васильев тему увеличения сбора налогов. Упомянув значительный рост этого показателя, он поблагодарил налоговые органы. В этой связи закономерным считает глава региона внесение президентом Российской Федерации в парламент кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства России. По словам главы Дагестана, Федеральная налоговая служба пополняет бюджет как никогда. И это хороший пример. Когда на пост премьера министра президент представил человека, который демонстрирует реальными делами достижения конкретных задач, поставленных главой государства, это касается нас всех. Большая честь, что мы многое сделали, но еще и большая ответственность. Люди-то ждут большего, мы им задолжали. Если мы будем действовать, как вытекает из послания президента, убежден, что обстановка в республике будет становиться лучше. Люди будут понимать, что власть старается ради них, сказал глава субъекта. Завершая, Владимир Васильев поблагодарил Игоря Сироткина и весь аппарат НАК за постоянное внимание к региону, оказание методической помощи и слаженную работу с общественностью. Комментируя услышанное, Игорь Сироткин отметил, что доверие населения к региональной власти это одно из серьезнейших обстоятельств, которые способствуют стабилизации обстановки. Это не дает распространяться радикальным идеям и создает условия для осуществления созидательной работы на местах. Ну а на этом, пожалуй, все. Вы смотрели проект Черную по белому. С вами была я, Ума Ибрагимова. До свидания. Продолжение следует...